Для этого они продают землю. А где националисты? Где нации? Там, где и скрепы. Десят! Украина, как развитый, суверенный, соборный, духовный, заможний, богатый край, страна-держава, не может существовать через модель лидерства. Модель лидерства присуща в основном примитивным, развитым в примитивности своей народом, населением, биостаном и тому подобное. И никакие скрепы в этом не помогают, потому что, если представить, что вы заходите на ферму баранов, и эти бараны, с этими баранами обращаются жестоко, и у этих баранов висит на входе или в центре фотография, как бы красный уголок, который был при коммунистах везде, в школах, в армии. И там нарисован баран с калашниковым, или с большим орудием, или еще с чем-то помпезным. То есть картина такая, что бараны остаются баранами, бегают, блеют, стадом ходят туда-сюда, а перед ними висит от представителя одного этих баранов фотография, как пример. For example, наглядный, что это супер бараны. Ну, какие бы там красные уголки не были, естественно, это понятно. Из этих баранов никакого государства самостоятельного, суверенного, духовного не выйдет. То есть скрепы не помогают. В Украине, возможно, только когда каждый человек будет, то есть, возможно, процветающая модель для Украины и для каждого человека в Украине, только тогда, когда каждый человек будет лидером, а не идти как стадо за этим, за каким-то лидером, как на ферме, в каске. А бараны все равно при любых скрепах будут толкотиться, как быдло, как насекомое, но которым Бог дал волю. Но эта воля не использована и не востребована. Поэтому никаких лидерств, никаких примирений, шатов национальных лидеров, что вот были такие, 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 так, были такие, такие, боролись. Но этот опыт организации, даже ОУНУПА, куда он поделся? Кто управляет Украиной, как и украинцы, столько веков, там, лет, а уже при незалежности, сколько? Сколько времени еще нужно, чтобы смотрели на скрепы? Бараны. И нихрена из этих скрепов не вытаскивали, не вытягивали. Потому что это бесполезно. И подумайте, украинцы, это не сарай. Это стрельница, наблюдение за полями. Тут очень экзотично. Хавчик принять, так сказать. Петронки очень вкусный, хавчик, булочки очень классненькие. С вензонком и шметанком. Тут зайца вас стреливает. Когда они уничтожают посевы, тут какой-то охотник наблюдает, и так тух-тух. Если бы так бы отстреливали на границе украинской, суверенной, тоже был бы какой-то резон с этого. Я веду на той границе, которую нужно еще завоевать, чтобы там пункты сделать опорные для отстрела врагов. Чтобы завоевать, что, нужны снова скрепы какие-то? Нет, конечно. Нужна, конечно, воля, бабки и люди патриотические. А не чмари, которые лазят за скрепами, а потом в каждую секунду предают тебя, себя и вокруг себя тех же самых баранов. Только баран выбивается к этой власти, он становится чуть ли не самоскрепом. И слет и плюет на тех баранов, которые он был буквально 5 минут назад до того, как не получил власть. Поэтому это бесполезно. Это круговорот вещей. Бараны всегда будут управлять теми же самыми баранами, потому что им будут подкидывать. Мусорота тупая. Она будет исполнять и не просто трусить граждан, как при совке, как там до революции помаранчевая. До революции 14-го года. Мусорота тупая. Она только крышует тот бизнес, который исполняет криминалку. Она только крышует олигархат или ту мафию, которая называется якобы государством. То есть, когда люди миллионами начнут говорить, опа, нифига себе, как вы, украинцы, сорганизовались. Прям как, опа, нифига себе. Вот это у вас пример был. Вот это круто вы джазанули. Такую страну забацать. Голландия вообще в подметки не годится, к примеру. Или же наоборот. Что у вас за свиноферма? Что у вас за бардак? Почему у вас украинцев чморят так? Потому что у вас куповцы на стенах висят, как скрепы. Ну, это к примеру. То есть, у вас провидники, которые организовывались когда-то. Когда Украина была чем-то. Висят для подражания. А вы что? Чем занимаетесь? Почему вы ходите с этими банерами, банерами, и нифига не сорганизовываетесь, нифига не делаете? Вы что, бараны? Вы что, обманщики? Не так получается. Короче, кажучи украинцы, якщо застосувати психологию, положите, покласти на физику, и додайте мерилам духовность, то тогда больше можно это с жизни понимать. Это значит, что очень простые вещи, как поставить, например, склянку воды, або сто, або миллион этих склянок воды. И бля этих склянок поставить табличку с застрелкой, что оттуда. Дать намек, что вода туда или склянки туда. От этого, от этого ничего абсолютно не отбудется. Хоть там скрепы вешают, коммуняки развалились, а какие скрепы были коммунистические? И сейчас рынок земли, да, чтобы у Сороса бабла взять. Соросята хотят бабла себе, откатного. Для этого они продают землю. А где националисты? Где нация? Там, где и скрепы висят. Скрепы, там же и нация висит. Это только вплывает на рассказы детям о своей истории, о скрепах украинских и тому подобное, о исторических регалиях и все. Но реально для страны, для патриотики, для заможности, для богатства этой страны ничего не делается, потому что ее грабят, вывозят и уезжают. Грабят, вывозят, уезжают. Просыпление и наказание остается ненаказанным. Никто из по заграницам края не ловит и не наказывает. По-другому, чтобы не банили. То есть, более жестко надо, не то, что там как-то наказать. То есть, так наказать, чтобы и другим непогадно было. Убегать, грабить за границу, маятки украинские и тому подобное. Ничего этого не делается. Но скрепы везде висят, так как и при коммуняках. При тех коммуняках, которые развалились при своих же скрепах. Господи, Бог блест.